Всем привет! Сейчас 5 часов вечера. Я только что закончила тренировку на Спартизна. Я снимала уже видео про мою рутину, но я решила, почему бы не снять про вечернюю, ведь она так отличается! У меня, кстати, опять началась школа. Ну как, она начинается официально через неделю, но я должна ходить на немецкие курсы в моей школе. В общем, для меня школа уже началась, поэтому я всегда тренируюсь обычно вечером в будни, когда у меня школа. Я сейчас, конечно же, пойду в душ и покажу вам свою skincare routine. Это машинка стиральная. О, она наткнулась! Спасибо! Так как я вернулась со школы, а не только что проснулась, я буду смывать макияж, остатки макияжа. Я использую это прекрасное молочко от Avon. Да, оно из Украины. Правда, оно уже почти на финише, что грустно. Украинские продукты самые лучшие, ребят. Я вам серьезно отвечаю. На смоченный спонжик добавляем межели и протираем остатки макияжа. После того, как я протираю глаза этим молочком, я ничего не вижу. Я ничего не вижу, у меня просто слипаются глаза. В общем, после того, как мое лицо стало более-менее чистым, я использую штоп. Правильно, пилинг для лица. Я думаю, что я протру свое лицо насухо после этого молочка, потому что это молочко достаточно сильно жирнит кожу, особенно. После него слипаются глаза, я ничего не вижу, а я хочу все видеть. Еще я надеюсь, что я не одна такая странная. Когда обычно я делаю свою скинкейр рутин, я представляю, что я какая-то американ. Я разговариваю с собой перед зеркалом. Все, что я могла сделать максимум за 10 минут, оно растягивается на 40. Дальше я использую также привезенную из Украины маску для лица от прыщей. Я наношу ее на 15-20 минут. Еще эта маска отбеливающая, и после ее нанесения я выгляжу как будто I'm dead. Ну, а теперь переходим к уходу за волосами. Я скоро инфаркт сочу от этой машинки. Сначала хочу вам показать продукты, которые я приобрела в Германии. Я когда сюда приехала, я не могла найти нормальный шампунь и нормальную маску для волос, потому что я тупо ничего не знала. Я купила здесь шампунь и маску одной линейки. Авокадо. Все, как я люблю. Это не реклама, я вам просто рекомендую эти продукты, если вы тоже в Германии и не знаете, чем пользоваться. В общем, мне за это никто не платил, но вы поняли, что это хорошо. По старинке я на свои волосы ношу... Тоже из Украины. Также я наношу масло для волос на свои кончики. Готово, все. Итак, дамы и господа, мы с вами плавно или очень резко перемещаемся на кухню. Что я сегодня буду готовить на ужин? Хороший вопрос. В Украине я часто готовила блюда с использованием рисовой бумаги. Вот так она выглядит. Всякие спринг-роллы, жареные роллы. И я решила, что пора повторять традиции. Я просто увидела эту рисовую бумагу в скидке и решила, что это просто судьба. Ну, давайте начнем. Я здесь нарезала авокадо, потому что блюдо без авокадо. Я буду делать жареные спринг-роллы. Я не знаю, это, наверное, не спринг-роллы, но жареные дамплинги, скорее всего, с рисом и тунцом. Я створила рис басмати. Да, обычный рис не для суши, потому что кто знает, как делать суши для... Суши для риса. Рис для суши. Также у меня, конечно же, имеется консервированный тунец. В жизни я раньше не понимала, нахрен его есть. Для меня это было на вкус, как кошачья еда. Вы спросите, откуда я знаю, какая на вкус кошачья еда? Я знаю. Пока я вам предлагаю приготовить соус. Орекистовая паста. Шри-рача. Соевый соус. Комбо номер один. Я предпочитаю делать соусы самой, потому что обычно в готовые соусы добавляют всякой непонятной херни, билиберды. Да, шри-рача тоже напичкана всякими непонятными стабилизаторами и ешками, но я не знаю, чем заменить шри-рачу. У нее просто какой-то свой оригинальный вкус. Никакого рецепта, никакого плана действий у меня нет. Все будем делать наобу. Поэтому предлагаю следовать моему рецепту для соуса, который я только что сейчас, прямо подчас придумаю. У меня здесь теплая вода, в которую я буду окунать рисовую бумагу, авокадо. Еще я здесь насыпала немного кунжутных семечек, тоже буду обваливать. В общем, пожелайте мне удачи. Так, приступаем. Пару секунд мочим эту рисовую бумагу. Так, а я уже забыла, о чем. Короче, так, я просто кладу и все. Накладываем райс. Соусим. Добавляем все, накладываем тунца. Авокадо быстро, быстро, потому что у меня уже бумага разлазится. Короче, обваливаем это в кунжутике. Класс, супер. Выкладываем на тарелочку. Где тарелочка? Дамы и господа, где тарелочка? Думаю, как тарелочку. Накладываем в тарелочку, все. Оп, вот так, оп, отлично, все. В общем, у меня вышло 4 дамплинга. Они получились огромными, я их обваляла еще в кунжутных семечках. Я, конечно, не уверена, что я сегодня все эти 4 съем, но посмотрим, насколько мне хватит. Я разогреваю сковородку и сейчас будем жарить. Ну все, ребят, я пока готовила. Поднялся очень сильный дым и заработала сигнализация. Я думала, что я сдохну, когда она включилась. Честное слово, сегодня меня все пытается довести до гребаного инфаркта. Давайте попробуем. Ну не знаю, это есть руками или палочками. Наверное, руками. 9 из 10. Потому что я все спалила. Да, ни одна моя готовка не обходится без происшествий. Так. We came back to my room. Ужин был достаточно стрессовый. В моем присутствии никогда не включалась сигнализация пожарная. Еще у меня почему-то болит эмаль зубов. Мои зубы стали очень чувствительные после ужина. Я не знаю, может это из-за того, что я много союла у вас соусофила. I don't really know. Я сейчас вам покажу продолжение своей skincare routine. Обычно я это делаю сразу после того, как я смыла маски. Но так как я сильно хотела есть после тренировки, у меня все сместилось. Начнем. У меня здесь есть такая маленькая косметичка, в которой находятся все мои крема для рук, для лица. Гель улитки. Это первое, что я наношу. У меня здесь крутое зеркало. Я всегда забываю. Оп. Я обычно делаю себе массаж лица, когда наношу этот гель. Следующее, что я использую, это либо дневной крем, увлажняющий, матирующий, так как сейчас вечер. Я буду использовать крем от прыщей. Не знаю, насколько он работает, но вроде как после его нанесения, после частого нанесения, сходит воспаление с прыщей. С каких вообще пор я стала бьюти-блогером? А мне нравится. Ну и как бы это странно не звучало, но у меня есть трусина по ходу за руками, потому что, как вы, наверное, знаете, у меня дерматит. Я не знаю, откуда он взялся, какая причина, мне никто не может объяснить. Но мне назначили лечение пальчиков рук. И вроде бы оно сработало. В течение дня я пользуюсь таким кремом. Он как защищает. Так как у меня контактный дерматит, все, что я бы не трогала, это может спровоцировать опять корки на пальцах рук, покраснение. Поэтому я в течение дня пользуюсь этим кремом. Он уже почти закончился. Ну и также я пользуюсь обычным семейным увлажняющим кремом для того, чтобы увлажнить свои губы. И не сильно люблю использовать гигиенические помады, потому что зачастую они мне наоборот только сушат мои губы. Думаю, что я закончила скинкер рутин. Я сейчас немного отдохну, потому что я устала. У меня стресс после этой долбаной сигналки. Я сейчас буду есть йогурт и смотреть сериал. В это время я обычно монтирую, делаю какую-то работу, но мне сейчас нечего делать. Я буду делать задания, которые мне дали на немецких курсах. Не знаю почему, но вечером у меня появляется какое-то ярое желание что-то учить, а днем как-то... Музыка. 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 В принципе, я собралась на завтра. Я уже очень устала и хочу спать. Сейчас полдесятого. Обычно я ложусь в десять, полодинстого, но сейчас, скорее всего, я буду ложиться до десяти, максимум до полодинстого, потому что надо восстанавливать режим к школе. Будет легче его восстановить за неделю, чем тогда, когда уже будет поздно. Музыка. 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 На этом было все. Я очень устала. Спасибо вам за просмотр. Спокойной ночи. Музыка. У меня сразу themeetное место. Музыка. Я σου собрала этуRWDirstитель. Субтитры создавал DimaTorzok